В кинолагере провели свои выходные поклонники игровых фильмов, которые стали участниками фестиваля «Точка возврата». За короткую смену любители сняли шесть кинофильмов, которые будут показаны в рамках фестиваля. Он пройдет в Хабаровске с 11 по 13 октября. С подробностями Александра Теплякова. Нырнуть в реку в сентябре — и все ради искусства. Идут съемки игрового кино, в кадре за кадром — не профессионалы, а любители. Все участники кинолагеря — «Точка возврата». Лагерь — это попытка освоить профессию кинематографическую в экстремальных условиях. Как знаете, когда ребенка выбрасывают на середину бассейна или пруда, и вот выплывет, не выплывет. Вот примерно та же история с кинолагерем. Ты! Ты! Я разный вариант, разный. Давай, давай, еще разок. Дым у нас пока есть. На время киносмены студент, юрист, таксист и предприниматель объединились в съемочную группу. Вместе они должны снять короткометражный фильм. На все про все у них два дня. Раньше думала, что там сходил, в кинотеатр посмотрел. На самом деле за каждым изделием искусства стоит огромная работа, свои техники. Съемки проходили в двух кинолагерях — Хабарском крае и в Приморье. Участники приехали на съемки со всего Дальнего Востока. Наталья Рыжкова живет в Благовещенске. Десять лет проработала инженером-судомехаником. Сейчас компьютерным консультантом, но мечтает создавать кино. Все началось с роликов и семейных фотографий. Позже освоила профессиональную программу для монтажа. Сегодня она уже успела снять собственный фильм, но хочет большего. Была на мастер-классах по кино, и после этого у меня пришла идея снять кино. Как бы опыта нет и практики мало, поэтому когда я узнала, что есть этот лагерь, кинолагерь «Точка возврата», я попросила сюда. В каждом кинолагере три съемочных группы, у всех разный сценарий. Его писали такие же любители, но перед этим они прошли небольшой практический курс. Шесть лучших историй были выбраны для экранизации. Катька, вечно одни проблемы от тебя, понаставишь тут. Этот фильм называется «У реки два берега». По задумке авторов, после исчезновения отца, его родная дочь остается со злой мачехой. От отчаяния девушка бросается в речку и вдруг оказывается в будущем. Режиссером этой картины стала 18-летняя студентка из Владивостока. У нас каждую минуту появляются новые идеи, несмотря на то, что сценарий все-таки есть. А сам съемочный процесс конкретно наш был для меня стрессовым, тяжелым, потому что я впервые работаю одна. Шесть фильмов было отснято в итоге. Еще около 20 прислали участники из разных регионов Дальнего Востока. Они будут показаны во время фестиваля игрового кино «Точка возврата». Жюри предстоит выбрать лучшие работы. Это станет известно к 13 октября. Это просто лучший день в жизни. Такое можно видеть, ощущать только раз. Александра Теплякова для программы «Новости». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова